Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 8 августа, мы возобновляем наши обзоры, ну а если вам их не хватало в течение последних двух недель, то не забудьте поставить лайк, ну а мы с вами начинаем. Итак, рассмотрим как всегда по традиции сначала пару евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра мы видим торговлю выше максимальных значений, которые были зафиксированы 3 августа, что в рамках часового таймфрейма на текущий момент нам говорит о начале коррекционной восходящей тенденции, завершение которой может также послужить интересной точкой для присоединения на продажу по данному активу, тем более что основной тренд сохраняется нисходящий и любые коррекции использовать для входа именно по тренду. По паре британский фунт и американский доллар общие направления нисходящие сохраняются как в рамках часового таймфрейма, так и на старших таймфреймах. Цели по снижению это область 1.2844, а ближайший разворотный уровень пока оставляем на максимальных значениях 3 августа, который был зафиксирован по цене 1.3042. После ухода ниже минимальных значений понедельника, это уровень 1.2919, то мы сможем перенести уже область разворота на максимум вчерашней торговой сессии, но пока нет обновления минимального значения, а ближайший разворотный уровень остается на максимуме 3 августа. По паре американский доллар и канадский доллар вчера смогли закрепиться выше максимумов понедельника, который был зафиксирован по цене 1.3040, что в рамках часового таймфрейма у нас приводит в фазу восходящего движения. И следующая цель роста это уход выше уровня 1.3095 и движение далее по направлению на 1.3225. Возврат к продажам произойдет в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений, которые на текущий момент находятся в области 1.2963. По паре американский доллар и японская иена на текущий момент коррекционное нисходящее движение сохраняется. Цель по снижению это уход ниже минимумов вторника и движение по направлению на 1.1052. Возврат к покупкам по данному активу будет рассматриваться в том случае, если цена сможет закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в понедельник по цене 1.1154. По паре австралийский доллар и американский доллар общие направления сохраняются нисходящим. Здесь мы даже перейдем на более крупный таймфрейм. И в рамках 4-часового таймфрейма мы видим больше движения в боковике. Общие направления нисходящие, поэтому сейчас мы находимся в области максимальных значений, от которых мы можем получить отбитие и вновь возобновление нисходящего движения по данному активу в сторону основного тренда. Подошли к области сопротивления максимум 31 июля. Вчера не смогли данный уровень преодолеть. В том случае, если сегодня обновление максимальных значений за последние несколько недель произойдет, то в этом случае можем ожидать более затяжной коррекции восходящей по данному активу. Ну а пока основной сценарий сохраняется нисходящим, поэтому после обновления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера и в понедельник, ожидаем вновь возобновление нисходящего движения по австралийцу. Сделяем снижение до 73,47 и 72 соответственно. По паре евро-фунт общее направление восходящее сохраняется. На этой неделе мы ушли выше максимальные значения, которые были зафиксированы 20 июля. И движемся дальше по направлению на 0,90. Следующие цели, которые располагаются по данному уровню. Ближайшийся разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 89,22. Золото продолжает свое движение нисходящее. В последние несколько торговых сессий мы не видим обновления минимальных значений. Последний минимум был сформирован 3 августа. Ну и пока к нему еще мы не подошли. В том случае, если золото обновить данное минимальное значение, то это подтвердит продолжение нисходящего движения с целями снижения до 1198. Сейчас в рамках часового таймфрейма данная формация напоминает также треугольник. И в том случае, если цена уйдет выше максимума, которые были зафиксированы вчера по цене 1216 долларов за 3 секунды, то мы можем ожидать возобновления восходящего движения. Но пока, который в данном случае, в данной формации будет являться коррекционным. По нефтемарке Brent тенденция восходящего сохраняется. Движемся в область сопротивления, которая находится на уровне 75,29. И пока туда сохраняется основное направление. Ближайший разворотный уровень по нефтемарке Brent, на мой взгляд, пока остается на минимальных значениях, которые были зафиксированы 3 августа по цене 71,96. Нужно быть аккуратным с преодолением данного уровня. В том случае, если нефть его пройдет, закрепится выше отметки 75,28, то, собственно, дальше уже можем ожидать роста на 79,80 соответственно. По индексу DAX общее направление сохраняется восходящее. Цели по росту этой области 12889, а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 12536. Ну и биткоин последние несколько торговых недель выдались снижением от уровня фактически 8300 долларов, снизились на уровень 6500. Это то ценное значение, которое мы имеем сейчас, но в минимальных значениях сегодня уже доходили до уровня 6360. То есть практически 2000 долларов снижение было за последние две недели. Ну и, собственно, сейчас общее направление также сохраняется в нисходящем. Цели по снижению от области 6028. В рамках среднесрочного таймфрейма отметим также важный уровень, который как раз и находится по данному ценовому значению в области 6059. В том случае, если биткоин сможет преодолеть данный ценовой уровень, то в этом случае можем ждать более затяжной коррекции по биткоинам. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и ваши вопросы, которые появляются, писать в комментариях. Всем хорошего торгового дня и до свидания.